Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях старший инспектор по делам несовершеннолетних, муниципальное управление МВД России Люберецкая, майор полиции Олеся Олеговна Корниенко. Здравствуйте! Добрый день! Скажите, пожалуйста, первый самый такой вопрос. Какие черты характера должны быть присущи тем людям, которые работают с несовершеннолетними? Вот именно люди, которые носят погоны. И почему чаще всего это женщины? Ну, в первую очередь, наверное, необходимо любить детей, чтобы их уметь в последующем защищать и представлять их интересы. Если ты всей душой любишь и заботишься об их здоровье и жизни, то, конечно, это твоя профессия, и ты можешь выполнять те или иные задачи, которые будут представлены по служебной твоей работе. Почему больше всего идут женщины в ПДН? Ну, потому что они быстрее находят общий язык к несовершеннолетним. То есть они могут подобрать. И при этом в основном инспектора, это у нас имеют профессию педагогическую и психологи. Соответственно, они обучаются тому, чтобы найти подход к тому или иному человеку. Независимо, пусть это будет несовершеннолетний, а может быть, даже неблагополучный родитель, который стоит на учёте или просто проводит с ним беседу. Ну и понятно, что сегодня, даже за то время, которое есть в нашей программе, невозможно охватить все вопросы, связанные с этим довольно-таки словом «несовершеннолетний». Всё-таки в нём присутствует какой-то такой что-то социальное, социальная тень такая. Говорить мы будем, конечно же, прежде всего о проблемах, о профилактике и о тех сложностях, с которыми сталкиваются и дети, и родители, и, собственно говоря, органы правопорядка. Вот на сегодняшний день я вижу, что, конечно же, у вас есть какие-то подготовленные материалы, даже не об отчётности и, может быть, не о каких-то цифрах, но тем не менее. Насколько сейчас ситуация, ну, не знаю, по сравнению с прошлым годом, улучшилась, ухудшилась, потому что была пандемия. Мы прекрасно знаем, что психологически это ударило по многим людям. Некоторые просто не выдерживали находиться дома родителям. Психологически очень тяжело было находиться в постоянном пространстве с ребёнком, которого ты не видел вообще целыми днями. И, конечно же, многие родители потеряли контроль со своим ребёнком. И отсюда, конечно же, возникли проблемы, потому что на пандемию люди сели, они стали больше уделять времени домашним общению с ребёнком, и оказалось, что мы совершенно не знаем, как общаться с ребёнком, потому что в основном родители у нас уходят утром на работу, вечером приходят, ребёнок предоставлен в течение дня сам себе. И в каком социуме он на улице находится, то он и получает в результате. И, конечно же, сложились у нас небольшие проблемы, и много было жалоб, заявлений, обращений. Не то, что там привлечь кого-то, а с просьбой о помощи. Как разговаривать и общаться с ребёнком, чтобы найти общий язык. Это, кстати, интересный момент, потому что вас, ваших коллег, всегда представляют, ну вот когда всё, комиссия по несовершеннолетним, всё, летело дело, так сказать, всё, ребёнок какой-то не такой. А тут, получается, просто люди к вам обращались почти как к психологам, но немножечко в погонах для того, чтобы чуть-чуть построже это было. Правильно понимаю? Да, потому что понимают родители, что всё-таки инспектор по делам несовершеннолетних, он сможет найти, возможно, подход к ребёнку, какой бы он ни был. Но при этом несовершеннолетний, видя человека в погонах, всё-таки немножко убавляет свою вот эту агрессию, так сказать, эксцентризм. Максимализм юношеский. Да, конечно, и поэтому немножко придерживается. Да, нет такое, что вот все 100%, поговорить с ребёнком, конечно, он будет выполнять всё, что необходимо сделать. Нет, но хотя бы процентов 60-70 мы достигали той задачи, которая была поставлена. Ну и должен сказать, что хороший разговор с человеком, тут уж даже не важно, она в погонах или не в погонах, а именно психолог, педагог со стороны, а именно не семья, вот, да, со стороны человека иногда может очень хорошо повлиять, да, и помочь решить эту проблему, что является одной из частью вашей работы. Но вернёмся к моему вопросу. То есть насколько изменилась ситуация, хуже становится, потому что проблема отцы, дети, она же существует, насколько там увеличилась преступность или, скажем, пьющее количество неблагополучных семей, вважившись всё равно, это всё под контролем, точно так же, как обычно в целом, или ухудшилось, или улучшилось? Смотрите, в общем, ситуация не столько не изменилась, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Да, есть небольшой процент, но это в пределах нормы в любом случае. Единственное, что у нас небольшой процент вырос по остановке ребят на профилактический учёт в ПДН за антиобщественное поведение. В связи с чем это связано? Потому что детям не доносится, как необходимо вести себя, как на улице, так же и в школе. Они часто стали нарушать у нас устав школы, дисциплину, поведение. Также участились у нас уходы из дома. То есть дети уходят, потому что не могут найти общий язык с родителями, они бунтуют, собирают свои вещи и уходят. А у нас за уход из дома, это считается бродяжницей, также идет постановка на учёт. А, да, никогда не уходил. Ну, во-первых, сам никогда не уходил, у меня никто не уходил. И поэтому дети вроде как делают протест родителям, родители, переживая за своего ребёнка, обращаются к нам с заявлением о розыске. И когда подростка всё равно находит, то он становится автоматически на учёт дела ночнолетних для проведения работ с ним. Тогда родители могут как и не воспользоваться вашими услугами, потому что если они будут знать, просто у нас ещё родители, не все знают правила, если они будут знать, что даже если они найдут органы сына или дочь, то ещё и... Ну, статья, не статья, а как сказать? Не статья, но профилактический учёт. Да, что-то нехорошее. Представляете, в моей семье мой ребёнок на профилактике... Даже вот если один раз такой поступок совершил. Ну, у каждого из нас, наверное, бывает момент, а тем более в таком возрасте. То есть, тогда сразу же вопрос на эту тему. Насколько родители на сегодняшний день в курсе вообще работы, особенно те, которые сталкивались по разным причинам вашей работы? Как у вас идёт работа с родителями? Смотрите, у нас проводятся профилактические лекции, беседы с родителями в рамках школы, а также с подростками. Им разъясняется и объясняется те наказания, которые могут быть применены к ним за те или иные правонарушения. И также разъясняется, что уходы из дома, попрошайничество, бродяжица тоже несёт в своём роде ответственность. Автостол знаменитый, да? Да, это можно так сказать. Это уже можно так, да. Конечно. А также, ну, у нас есть ещё небольшой момент, что если ребёнок, да, мы ведь не просто вот ушёл он из дома, мы ведь рассматриваем вопрос, по какой причине он ушёл. Может быть, не из-за того, что он хулиган. Да, сложились какие-то отношения с родителями, необходима помощь. Да, мы его нашли, мы побеседовали, выяснили обстоятельства. В школе он характеризуется положительно. Никогда до этого у нас в поре зрения не попадал, то ему выписывается первый раз предупреждение. А, то есть есть всё-таки шаг? Конечно. А, всё, вот это важно. Поймите, да, да, да. А то мы так сразу... Всегда есть. Нет, конечно, всегда. Ведь мы всегда хотим встать на сторону ребёнка и защитить его интересы и права. И не просто так вот привели его и тут же обломать, извиняясь, всю его будущую жизнь. Нет. Хорошо. А, кстати, если вот всё-таки такое будет административное нарушение, оно может повлиять на его жизнь в дальнейшем? Или оно как-то потом ликвидируется? Или просто останется где-то? Привлекался там, я уже не знаю. Ну, смотрите. Самое первое, это простое, за уход из дома. Будет, имеется пометка о том, что подросток стоял на профилактическом учёте в таком-то отделении за такое-то правонарушение. Но в большей части институты при поступлении вот за это правонарушение не делают большой нагрузки, они принимают этого аббутенту к себе. Ну, сейчас мы точно поговорим о тех вещах, за которые, к сожалению, на ВУЗе точно будут обращать внимание. Насколько сегодня, если можно так сказать, классификация поступков несовершеннолетних, пока разделим сейчас о несовершеннолетних, а потом о семьях неблагополучных, существует какая-то классификация? Там, я не знаю, подраться любят, выпить любят, наркотики и так далее. Есть какая-то классификация? У нас есть приказ, на основании которого мы работаем, и там есть пункты, на основании которых у нас идёт постановка на учёт. Да, есть пункт, допустим, за употребление наркотических, психотропных веществ. Это один пункт. Есть второй пункт за употребление спиртосодержащей продукции. Есть третий пункт за бродяжнство, антиобщественное поведение, уход из дома и небольшие драки. Тоже есть. Есть следующий пункт, который у нас многие несовершеннолетние совершают... Ну, не многие, но есть контингент, который совершает различного рода преступления. Если это лёгкая и средняя тяжесть, то судья им назначает испытательный срок или условный срок, и эти подростки также состоят у нас на учёте. Но это речь идёт о какой-нибудь мелкой краже, например? Кражи, мошенничество, может быть, угоны автомашин у нас тоже очень. Особенно каршеринг идёт на поток. Я уж не говорю, да, тут... То есть есть... В макате хочется уже дальше... Да. Поэтому, конечно, имеется квалификация, классификация, и на основании которой уже рассматривается срок постановки на профилактический учёт и какие меры мы можем в рамках этого учёта к ребёнку применить. А сроки зависят от тяжести, да? Да. Ну вот давайте мы рассмотрим ещё одну тему. Вот уголовная, когда, например, ну не приведи Господи, преступление уже серьёзное. То есть мы же всё равно не можем ребёнка посадить в тюрьму, да? Смотря с какого возраста, почему? Вот скажите, с какого? Допустим, с 14 лет подросток может быть привлечён по 20 статьям Уголовного кодекса за совершение преступления тяжкого и особо тяжкого. И что ему тогда грозит? Ему грозит спецучреждение закрытого типа, срок, который определит суд. Там до 3 лет. Это детская колония для 14-летних правонарушителей. У нас разделены мальчики и девочки. Они отдельно у нас находятся. Это закрытое помещение, где с ними работает также группа психологов, которые направляют ребёнка, ну, как говорится, на путь истинный. То, что он зашёл. Но они потом оттуда выходят? Выходят с обучением. Они выходят с аттестатом об окончании, допустим, 9 классов, 7 классов, смотря какой возраст был. Ну, если мы рассматриваем 14 лет, да, то это, грубо говоря, 7 класс. То есть он там находится до 9 класса и по окончании получает аттестат о 9-летнем обучении, с которым, в принципе, в последующем он может поступить в любой колледж и техникум. Ну, всё равно это как бы вот пометка, он всё равно у вас будет стать пока несовершеннолетний. А когда совершеннолетний, я к чему веду? То есть есть у некоторых таких... Он осужденный будет. Да, осужденный, да. То есть есть... А если очень серьёзное преступление, наступает 18 лет, что его потом в тюрьму могут посадить или как? Ну, если 14 лет ему... Вот убийство. Вот убийство, да. Дают, грубо говоря, от 5 и выше лет, смотря как было сделано. Да, его сажают в детскую колонию, и если на момент ещё у него срок имеется, ему уже 18, его переводят в взрослую колонию, конечно. Ну, всё понятно. Ну, это, как говорится, мы рассмотрели сейчас крайний такой момент. Не хочется, чтобы это происходило, хотя я понимаю, что это тоже, к сожалению, бывает. Вернёмся к одной из проблем в завершении вот этого разговора. Ну, молодость, это же... Ну, как не подраться-то? Ну, за девушку-то как не заступиться? А кто там будет разбираться, кто прав, кто не прав? А раз, и уже у вас на учёте. Как эти дела разбираются? Ну, кто будет разбираться? Мы и разбираемся. Как раз мы выясняем все обстоятельства той или иной драки. То есть выясняем, во-первых, причину этого. Разговариваем как с потерпевшим, так и с тем, кто начал эту драку, да, и выясняем причины этого всё. И, соответственно, по окончании, если это лёгкий вред, то, может быть, просто беседа и, опять-таки, предупреждение. Но если бы нанесены тяжкие преступления с жестокостью, конечно же, там мало того, что постановка на учёт, но также мы можем рассматривать вопрос также направления с пешком закрытого типа, в связи с тем, что данный подросток не может находиться в социуме и себя как-то положительной стороной. А вот этот вот элемент не может находиться в социуме, комиссия какая-то рассматривает? Нет, это Люберецкий городской суд. Суд. То есть всё через суд как положено? Всё через суд, ничего, да. Вот на слове суд мы сейчас сделаем небольшую паузу. Вот уже чувствую, что времени нам не хватит, вопросов много. Тем не менее, старший инспектор по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД России Люберецкая, майор полиции Олеся Олеговна Корниенко, отвечает на все вопросы, и через некоторое время вернёмся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Олеся Олеговна Корниенко в студию у нас старший инспектор по делам несовершеннолетних муниципального управления МВД России Люберецкая, майор полиции. Речь идёт о несовершеннолетних. О драке мы поговорили, о самом таком, ну, когда это выходит, так сказать, из-под контроля. Второй, главный, на мой взгляд, такой момент, сегодня о нём многие говорят, это, конечно, и вроде как и разделить, вроде надо эти, алкоголизм, да, вот пьянка в общественном месте, ну, тоже бывает, да, а там что-то взгрустнулось, пошёл где-то. Ну, раз, бывает случай, да. Ну, кстати, бутылочку уж пива тоже на детской площадке, же нельзя выпить, правильно? Ну, начнём с того, что несовершеннолетнему везде нельзя распить из спиртосодержащих продукции, вплоть до 18 лет. То есть, если даже до 18 лет человек пришёл, я не знаю, там, самое, ну, что-то содержащее, чуть-чуть. Спиртосодержащие. Уже сразу к вам. Да. На учёт. Да. То есть здесь при употреблении спиртосодержащей продукции, а также токсических и наркотических веществ, тут постановка 100%, без всякого хорошей характеристики или ходатайства. Данные дети стоят в особом контроле, и с ним проводится более, ну, работа. Вы и ваши коллеги предполагают, что рецидивы могут быть, если не контролировать. И они имеются. И они имеются. Ну, алкоголизм, понятно, да, здесь как бы, ну, скажем так, традиционный вопрос. А вот наркомания для людей пожилого, зрелого возраста, да, всё-таки такая тема, вот что-то вот только не с моими детьми, не с моими внуками. Но сегодня мы видим, что технология вот этих веществ, как там правильно называется, потому что мы наркотики всё называемые, они все разные. Ну, они, да, очень классикация, очень большая. Сегодня ведь это так всё на самом деле легко, я думаю, вы это прекрасно понимаете, что уследить довольно сложно. Слово закладки стало сегодня таким же известным всем практически. И иногда даже в интернете, в мессенджерах всевозможных ты видишь, ну, в том или ином виде, в неприкрытую иногда даже рекламу. То есть это проблема. И проблема юного человека, ну, как там говорят, надо всё попробовать, да, некоторые так говорят. Некоторые-то попробовали и забыли, некоторые боятся попробовать, потому что всё-таки понимаю, то есть мозг берёт силу над человеком. А третьи не просто пробуют, потом они подсаживаются, мы их теряем, а потом ещё они распространяют. Вот я понимаю прекрасно, что и для вас, и для ваших коллег это очень большая проблема. Как она сейчас решается в городском округе Глюберца, насколько у нас с наркотиками дела сложные? Ну, смотрите, мы часто проводим профилактические лекции в образовательных учреждениях, показываем даже слайд-шоу, чтобы наглядно подростку объяснить, что, да, первый раз вы получаете удовольствие, но в последующем ваш организм всё-таки сдаёт, и вы угасаете, грубо говоря, и, конечно же, ничего хорошего в жизни вы не добьётесь. И стараемся чаще проводить, если есть какая-то информация, что подросток замечен в каком-то неадекватном поведении, да, стараемся индивидуально проводить с ним беседы и выяснять причину этого, потому что мы сами понимаем, что просто так ни алкоголь не начинаешь пробовать, ни наркотики, ничего. То есть должна быть причина, конечно же, выясняется. И первая причина, конечно же, это проблема в доме, это проблема в семье. И отсюда начинаешь решать уже вопросы родительско-детских отношений. Но у нас имеется в посёлке Октябрьском центр Ариадна, где детям, подросткам помогают в лечении зависимость от алкоголизма, от наркомании, от токсических веществ. То есть там очень большие... Они всё у вас на учёте стоят? Да. А как этот учёт происходит? Ну, например, вы как-то вызываете их или приходит какой-то инспектор, спрашивает, как он там учится, как он себя ведёт в школе или как... Если он стоит уже на учёте, то... Да. Если он обучается, то мы посещаем по месту учёбы, но также мы имеем полное право посещать его по месту жительства и проверять, чтобы после 10 ночи ребёнок находился дома. Потому что у нас есть закон Московской области о том, что несовершеннолетние с 22.00 до 6 утра должны быть дома. Если они нарушают и задерживаются в ночное время сотрудниками полиции, то на родителей мы имеем право составить административный протокол по статье 5.35 за ненадлежащие исполнительные обязанности. После чего в комиссию данный протокол направляется, и уже в отношении родителей принимается решение о штрафе или предупреждении. А вот возвращаясь к теме алкоголизма, пьянства и употребления наркотиков, отдельно сейчас поговорим о распространении. Бывали такие прецеденты, что всё-таки удалось этим ребятам соскочить, и они как бы начинали нормальный образ жизни? Каков процент? Ну, давайте из 100 процентов, да, но процентов 80. А, то есть можно сохранить ребят, да? Конечно, потому что ведь мы пытаемся с самого начала, у нас сейчас возраст такой, когда дети начинают пробовать что-то, это 13-14 лет, то есть он понизился. И это ещё возраст, когда мы можем что-то ещё ребёнку объяснить. Когда ребёнку 16, да, это очень сложно, и уже мы ничего не можем сделать, только фиксировать факты его употребления. А вот 13-14 мы ещё можем ему помочь и как-то ему показать, что есть лучшее, и без этого употребления. Что мы и пытаемся делать. Хорошо, но теперь о распространении, потому что это же заработок, некоторые думают, что легко, вот просто что я буду делать, которые даже не употребляют, да? Наверное, такие есть, я так думаю. Я не зря это слово употребляю, которые раньше так все стеснялись, а сейчас, да, мы понимаем, что существует целый бизнес, и просто говорят, хочешь заработать и так далее. Вот что грозит, и как это у вас работает система? Грозит подростку за распространение наркотических веществ в закладах, да, это уголовно-казуемое. И там у него срок, конечно, от двух до шести лет. Но опять-таки, смотря с каким количеством объём будет он взят на месте вот за этой закладки, да, дети ведутся на то, что это лёгкие деньги. В основном те, которые делают закладки, у нас не употребляют. Они только делают закладки, и тем самым... То есть вроде как ничего плохого. Ничего плохого, я зарабатываю деньги, я же сам не употребляю, да. Но он не понимает одного, то, что он других вводит в это... Ну, совершает преступления, да. Но они считают, что... Ну, они же сами не употребляют, говорят, а я же не заставляю его употреблять, пускай не берёт. Ну, я так понимаю, что здесь совместно всё-таки это борьба и на уровне взрослых. Всё равно где-то же есть источник, тот, кто ищет в себе всё время новых, во-первых, потребителей, во-вторых, тех, кто будет распространять. Это такая саморазвивающаяся система. Ну, есть такая, у нас имеется такая служба, которая как раз и занимается... То есть вы с ними ВКонтакте? Да, конечно. Если у нас есть информация, мы им докладываем, и они её отрабатывают, проверяют. И уже на более высоком уровне, проверяя интернет и все эти связи, выходят на тех, кто вовлекает несовершеннолетних в эту вот закладку. Давайте поговорим о семье, о трудных семьях, как здесь происходят дела, потому что инспектор становится частым гостем, я так понимаю, в этих отношениях. И бывает, и мы по психологии даже знаем, что, например, если родители пьют, то и двое детей, один продолжает их судьбу, к сожалению, а второй, наоборот, не пьёт никогда и совсем другим человеком становится. Полная противоположность. То есть если правильно разрулить эту ситуацию, уж извините за такое слово, то можно спасти ребёнка, если не удаётся уже совсем спасти семью. Как идёт здесь работа? Потому что здесь вы не только с несовершеннолетними сталкиваетесь, но ещё вот с этими трудными семьями. И какие они сейчас? Ну, у нас имеются, да, на профилактическом учёте в Люберинском районе большое число семей, которые стоят на учёте. Но чаще всего, да, это те, которые употребляют, вернее, даже не употребляют, а злоупотребляют спиртными напитками, несмотря на то, что у них есть малолетние дети, которые, ну, не всегда бывает на что есть и на что одеться для того, чтобы в школу пойти. Да, проводятся беседы, мы пытаемся их лечить от зависимости алкогольной. Если родитель всё-таки идёт на контакт и хочет, ну, понимая, что он зависим, да, то мы предлагаем ему помощь, и мы бесплатно это всё на лечение его направляем. А детей в этот момент мы направляем в реабилитационный центр, где проводится с ним работа психолога, чтобы в последующем, после того, как родитель вернулся с этого лечения, то ребёнка вернут в семью, и чтобы складывалась полноценная нормальная семья. Ну, вот сейчас это выглядит как сказка, и только вы знаете, в реальности бывали вот такие случаи, что, а, излечились, ребёнок вернулся, и в семье мир воцарился. Вот смотрите, если всё-таки у нас с детьми состоит то, что 80% мы можем помочь, а 20% нет, то здесь ситуация, конечно, другая. Здесь процентов 40 только идут на контакт, и мы действительно помогаем, и они становятся на путь, а 60% всё-таки нет. До начала программы вы мне неожиданно такую сказали, ну, новость, и мы с вашими коллегами МЧС общались, ну, скажем так, с другими силовыми органами, что у нас дети стали выпадать из окон, из-за вот этих вот сеток. Что это за такое странное происшествие? Да, у нас имеется статистика, допустим, на 2022 год у нас было 7 падений из окон малолетних, да, из них было 2 с летальным исходом. Всё это от того, что, да, летний период – это были москитные сетки. Сейчас дали отопление, часто бывает жарко, и родители открывают окна, не заботятся о том, что ребёнок может сесть на подоконник в игровой форме, начать смотреть и по собственной осторожности выпустить в него. Потому что также ставятся близко к окнам какие-то предметы, мебели, на которые ребёнок залазит. Поэтому необходимо, конечно, предостеречь родителей о том, чтобы не давали возможности играть детям на подоконниках, также без присмотра их не оставлять в комнате, если имеется возможность ребёнку открыть окно. Поэтому это, конечно, у нас беда. Ну вот последняя тема, которая, конечно, приходите к нам ещё с вами, здорово общаться, как-то так надёжность какая-то чувствуется. По теме интернета, да, то есть такое важное, там тоже же те же самые наркотики, сексуальное насилие, всё это можно обсудить. Но вот эта тема ещё, к сожалению, тоже юношеское, максималистское самоубийство, когда вот там только с тобой, за тебя и так далее, по любви, не по любви, или вот эти всякие группы страшные, о которых мы знаем, тоже вами профилактируются. Как-то вы следите за этим? Есть у нас такие неприятности? Имеется у нас ряд таких неприятностей, но в основном это другие органы, которые следят за интернетом и отслеживают тех лид, которые вовлекают несовершеннолетних вот в эти группы, да, для того, чтобы совершить с собой самоубийство, конечно же. Но у нас есть небольшой процент, но он не такой большой, как был, допустим, несколько лет назад. Поэтому проводится работа с детьми, объясняется, пытаешься довести до ребёнка, что не надо сидеть большое количество времени в интернете и искать каких-то там друзей. Необходимо всё-таки искать на улице или в кружи своих родственников, конечно. Ну, тем ещё много, поэтому приглашаем, приходите к нам почаще. Почему? Потому что тема эта серьёзная, сложная. Дети – это наше такое общее государственное достояние. И всем вашим коллегам большого, так сказать, чтобы хватало терпения, потому что мы тут со своими не разберёшься, а уж когда у вас целый ряд таких довольно сложных. Но, тем не менее, каждый ребёнок – это личность. И если вам удаётся хотя бы 80%, как вы говорите, иногда они становятся не просто людьми, а суперлюдьми лучше, чем те, кто не состоял на учёте. Имеются у нас данные, которые у нас есть девочка, по мне, которая стояла на учёте за алкогольную зависимость, уходы из дома и всё. После она прошла у нас реперационный центр, выросла, сейчас вышла замуж успешно, на двоих детей родила, и очень положительно характеризуется везде. Значит, работа службы. Прошла, теперь работай. Спасибо огромное. Старший инспектор по делам несовершеннолетних, муниципальное управление МВД России Люберецкое, майор полиции Олеся Олеговна Корниенко была гостем нашей программы. Ну, а это был «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова